я когда показывала свои апартаменты где я живу да мне кто-то тут ну моих комментариях люди писали что боже мой зачем там какие-то борщи я буду жарить варить парить свой отпуск а я вы знаете я даже затеяла икру кабачковую вернее кабачковую баклажанную я ее просто обожаю и я вот жарю пику готовлю и мне это в такую абсолютно не в тягость а в общем то в радость вы знаете я почему об этом говорю друзья вот я не знаю у меня крутится я держу одной рукой камеру моя сковородка крутится так вот что я хочу сказать я же живу здесь три недели друзья три недели я не буду как сумасшедшие лишая себя всех радости жизни просто бегать с утра до вечера и только и знать что осматривать достопримечательности что такое еще это знаете раньше у меня было такое когда я только-только начинала путешествовать я все боялась действительно если там мы приезжаем на какую-то неделю несчастную а бывало даже так что там пять дней десять дней очень дорого было но я вспоминаю знаете ту же турцию когда мы вот отдыхали ездили египет куда мы еще могли выехать больше никуда так вот конечно же мы только старались все посмотреть восемь часов утра просыпались бежали перешла я уже дома как вы понимаете да вот перешла вам показать более интересный вид из моего окна сейчас уже 9 часов вечера я икру жарю на завтра вы видите даже облачка небольшие у нас температура снизилась с 35 до 27 сейчас у нас вообще 25 градусов ветерочек такой хороший легкий но это тем я рассказываю кому интересно продолжение моего отдыха так вот о чем я и говорю что я сейчас с ума не схожу когда я беру на три недели отпуск куда-то вот первым делом я думаю я абсолютно не буду себя знаете насиловать так скажем уже в моем возрасте да не хочется говорить о возрасте но приходится то есть я стараюсь бережно очень к себе относиться и я стараюсь прислушиваться к своему организму и если я вот в течение пяти дней тут бегала как оглашенная мне все нравилось все было в кайф я целыми днями и на море было и я по 7 по 8 километров каждый день гуляла бродила ходила в такую жару но видно что немножко я подустала и я преспокойно иногда делаю себе выходные вот например наверное вы в курсе что 14 октября у нас было солнечное затмение и предупреждали всех людей что это очень такая опасная вещь она влияет на людей и нельзя там ничего планировать особенно нельзя перенапрягаться нельзя делать какие-то серьезные шаги и в это время какие-то решения принимать серьезные я думаю что вы об этом знаете если не знаете то вот я сообщаю хоть и поздно да так вот это было 14 октября но еще у нас впереди еще и лунное затмение лунное затмение где-то в начале ноября если я не буду так вот между вот этими солнечным и лунным затмением вот это все время нужно очень осторожно относиться к себе вот поэтому знаете когда я почувствовала себя а я прям конкретно почувствовала себя только не 14 а 15 числа я почувствовала себя очень усталой и я чувствую что мне никуда не хочется идти мне прям лень я расслабилась и я целый день была дома здесь мне очень нравится апартаменты здесь интересно хорошо я смотрела телевизор слава богу он у меня есть покажу вам вот у меня телевизор здесь вот здесь у меня вечерний ужин с шампанским с шоколадом так что развлекаюсь я телевизор кстати да если кому-то интересно могу сказать телевизор здесь весь на испанском языке если раньше были программы некоторые на английском можно было найти на немецком можно было найти по кабельному телевидению то вот здесь вот более 60 каналов и ни одного какого-то иностранного канала ой не говоря уже конечно же русскоязычных нет здесь об этом даже речи нет но странно что даже нет английских и нет немецких только испанские каналы но я научилась приспособилась я по блютузу включаю и смотрю с ютуба со своему мобильного телефона смотрю фильмы русские очень чудесно если кто не умеет научитесь спросите чтобы кто-то помог там когда настроено все правильно кнопку просто нажимаете и у вас выходит любая ваша программа видео с ютуба на большой экран телевизора я думаю что вы все это уже давно освоили и знаете друзья да так вот а я хочу сказать опять о том что мне все нравится здесь прекрасно уютно тихо спокойно и я вот так вот еще раз говорю с ума не схожу а занимаюсь только тогда когда мне интересно и когда у меня есть желание я хожу ну и все принципе успеваю вот точно такая же история когда я бываю в таиланде я там бываю два месяца но неужели же вы можете подумать и даже представить такое что я все два месяца как оглашенная бегу знаете и пытаясь что-то там такое заполнить свое время экскурсиями постоянными постоянными новыми местами постоянно что-то узнавать как говорят discovery да нет нет я просто переезжаю из англии на зиму в таиланд я там живу обычной спокойной жизнью так как если бы я жила в англии но только в теплом климате в прекрасных условиях вот как-то так друзья если кто-то меня понял я буду очень рада у меня кто-то спрашивал расскажите поподробнее что и где вы снимаете вот название и вот оценка на booking.com этих апартаментов все прям рассказываю показываю вам как на духу как своим ближайшим друзьям или родственникам но вы знаете странное дело вот сколько бы не писали мне люди хороших отзывов но всегда найдется кто-то кто обязательно подкинет ложку дегтя вот обязательно вот хоть что нибудь но не так чтобы я не показывала как бы я не старалась для вас друзья ведь я стараюсь для вас я даже что-то иногда с юмором рассказываю именно чтобы вам было весело смотреть мои видео чтобы вам было интересно не монотонно это не значит совершенно что я прям вот такая вот всегда знаете хи хи ха ха да нет по всякому бывает но когда я делаю видео для вас я же стараюсь поднять вам настроение быть на позитиве но всегда найдется вот как говорится знаете паршивая овца который обязательно чем-то недовольно вот ну вот чтобы не сказал все вот обязательно найдется критиканы и хотя конечно же я уже привыкаю потихонечку стараюсь не обращать внимание но все равно меня это очень огорчает ну вот вы знаете легко как говорится рассказывать чужую беду я руками разведу а своей вот ладу не дам да знаете такую по моему поговорку так вот здесь точно так же еще раз вспоминаю меня одна знакомая подписчица она очень очень всегда активная всегда много комментариев пишет и она всегда старалась мне как-то знаете папам как-то написать очень интересно все что-то посоветовать потом вдруг на нее набросились там не знаю она мне пишет галина кошмар заблокируйте вот этих вот этих и вот этих людей они невозможно я ночь не спала они мне такие гадости написали вот понимаете а в то же время она мне именно